Позиция всегда в тайском боксе срез головы держать здесь, потому что удары идут и может быть рассечение головы, локтя. Давайте сразу определимся, чем плохо рассечение. Не потому что он слабый, голова у меня не лопнет. Но в реальном бою кровь будет течь в глаза, заливать глаза. Кровь густая, как. Вы знаете, что такое кровь. Когда она будет заливать глаза, он профессиональный бойец. Вроде он драться может и готов гораздо лучше, чем я. Я вон отсечку получил, у него залило лицо, и как бы как в боксе, в мультяне никто не бегает, там лицо не вытирается. Вот бокс он в европейских странах проводится, в Америке, и там тетеньки, домохозяйки телевизор смотрят, поэтому не хотят, ну, просят, чтобы такого не было в боях. В Таиланде много сломана рука, берешься до конца, это боинская культура. И вот разбитая голова, она затечет лицо, и вы не сможете продолжить бой, хотя бы и уже и на гаунов ему кучу сделали. Поэтому пропускать нельзя. Вот сегодня ни один боец, кроме Муравилья, не держал руки вот правильно. Здесь не страшно, если они у вас не прижаты, не всегда может быть это и она. Муравилья всегда на срезе у шеи головы, всегда на всей сборке. Поэтому у него уровень старше. Поэтому удары будут со скайпет, слетать, он не пробьет, при этом у него самого локтя заряженного на удары. Мы же базу по укушению учим здесь, да, многие думают, что так играть за сенсей, не объясняют. Защита забрала, все перекрывает, потому что встречный удар, он на локтем бьет, я перекрел. Да, и я ему встречал, он же не будет ждать меня. Конечно, я здесь закрылся, я пробью. Поэтому ближний бой к линч, руки идут прямо, сверху, сбоку, снизу, бьющий, да, поэтому руки здесь держать нельзя. Друзья, вы все привыкли выйти в шеренгарных, у вас сбор начинается здесь. Равиль даже по правилам, а гаун у нас, вот сколько на сборах, отсюда дерется. Ни одной фотографии нет, у него руки здесь. Поэтому ему следующую можно оценку ставить, пятерочку, точно. А вы все делаете дети, я вам делал замечания, даже старшие пацаны, которые уже впечатление производят таких одних. Поэтому сейчас мы будем ставить, ваши руки, ладони будут здесь. И вы будете делать вот что. Лицо у человека, у Равиля, у него, да. Вот такая ширина. Я здесь руки держу, Равиль хлопает. Это меня тренеры научили, я как-то из технологий здесь, да. Я садоба наношу удар сюда, да. Например, вот видите, Равиль начал раскрывать руки. Иногда от боли раскрывают, иногда как-то забывают. Просто легкий хлопочек, да, и хлопа отсюда локтем ударит. Хоп. Смотрите, я локтем бью сверху. Не параллельно с ним. Это что значит? Это значит, когда я бил Равиль, он снял мой удар в сутоке. В сутоке, и моя рука пошла дальше. То есть он вроде бы его снял, но моя динамика шла вперед, и я пахнул в мозг. Разрываю. Вот это и есть, когда муай-тай там запустили, и надо знать, что он как телескопическая она открывается. Возможно, очень опасный бой. Вот муай-тай можно на две половины разделить. Отсюда бой, это все имитация, как отель, и уже вот отсюда они к серьезно относятся. Вот к этому они по всему относятся так. Ну они от этого тоже падают, но они вот от этого въезжаются. На самом деле это опасно. Поэтому попробую сейчас стать парень. Я каждого проконсультирую. Хоп. Пам удар. По той руке, которая стыдная, там надо отрабатывать. Удар не делаем такой. Юра! Соседа. Юра! Уходился. Юра! Нет, дыма. Мы режем. Удар должен быть резать. Опа! Щелчок. Если вы толкаете, то это не удар. Локоть тяжелый, как и хиза. Хиза только лишь щелкающий должен быть. То есть? За счет таза. Как-то все приуныли. Давайте лучше-лучше отберемся.